И здравствуйте, с вами снова я, Канжексон, и мы продолжаем играть в да или нет. Так, закрываем все, что у нее это тут тоже. Играем. Так, пчела за свою жизнь производит 2-3 чайных ложечки меда. Ну, если одна пчела, одна пчела. То, я думаю, что вся красная одна пчела даже производит до хера меда. Я думаю, что нет, но мало ли тут какая-то подковырка. Я подожду. Так. Нет, ну что-таки да. Как-то звучит как-то не очень логично. А, невероятно, но факт, пчела за свою недолгую жизнь может произвести не больше такого количества меда. Ну, логично, в принципе, этих пчел-то дофига. Вообще есть вероятность, что скоро пчел вообще будут вымирающим видом. Ну, как скоро, но уже потихоньку. Так, ладно. Помет у вомбата имеет кубическую форму. Это очень интересно просто. Нет. Я не видел. И скажу нет. Вот и нет. Потому что помет у этих маленьких необычных животных действительно кубическая форма. Нихера себе маленьких. Это просто он... Такой... На фото, кажется, что больше. Ладно. Все лебеди в Англии являются собственностью королевы. Ммм... Фиг знает. Пускай, да. Точка. Эти грациозные птицы действительно в Англии считаются собственностью королевы. В картинке изображена... Кто? Кринити. Я понятия не имею, как ее зовут. Пускай, вот нет. Я не знаю. Я фильм Матрица вообще по факту не знаю. К сожалению, нет. Это на самом деле Тринити. Персонаж фильма Матрица. В исполнении артрисы Кэриэн Мосс. На картинке изображен сатир. Блин. Так много сложных вопросов. Ну, пускай, да. Абсолютно верно. Это и есть сатир. Жизнерадостная, как разлоногая зущество в греческой мифологии. В пенсиване в 1979 году было зарегистрировано два небольших имени, родившихся детей Пепси и Кола. Пускай будут, да. Браво! Этим детям из пенсивании на самом деле были даны такие странные имена. Имена напитков. Почему не спрайт? Почему не фанта? Ладно, врач Антари... Как? О-ту-ри-ан-а-ло-о... Ля-ха. О-ту-ри-но-а-ла-ри-н-голок. В народе называется ухо-горнонос. Ну, как-то... По-моему, да. Да. Конечно, мы знаем врача о-ту... Я первый раз слышу такое. Иди нафиг. Шмель это самец пчелы. В принципе, похож. Э! Нет. Но нет. Угадали. Шмель к пчелам прямого отношения не имеет. Самцом у общественных пчел является трутень. Фалафель это название не речной рыбы. Лифалафель. Лифалафель. Да. Нет, увы. Фалафель это арабское блюдо из жареных бобов. А рыба это форель, например. А на Антарктиде присвоен интернет-домен АКЮ. Что значит сокращенно АКЮ, то есть на латыни ВОДА. Нет? Неправильно. Потому что у Антарктиды есть свой интернет-домен АКЮ, который означает ВОДА АКЮ. ВОДА. Да сука, я опять... со звуком проблемы. Сука! У пчелы пять глаз. Хм. Да. А может ещё больше? Правильно, у пчелы пять глаз. Три на темене и два по краям головы. Угу. А самолётный чёрный ящик имеет оранжевый цвет, чтобы его легче было искать. Да. Самолётный чёрный ящик. Правильно. Несмотря на название, этот ящик оранжевого цвета, чтобы его легче было заметить. Дуримар. Это самый дурно пахнущий фрукт на свете. Нет, Дуримар — это персонаж из Буратино. На-на-на. Верно. И такой фрукт — это Дуриан. Дуримар — это продавец пиалок из сказки Покучей и Буратино. Ну, видите, хоть чё-то знаю. Ой, 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 чуваки, ой, чуваки. Доздрай Перма — это зелёная Москва в отрасли. Нет! Это имя! Отлично! Как известно, Доздрай Перма — это женское, женское даже имя. Вот, бедные девушки с такими именами, я вам просто не завидую. В СССР, которое произошло от сокращения лозунга «Доздрайствует» 1 мая. Ой, чуваки, я помню, сколько этих дупых имён было в это... Ещё помню на уроке русского, я помню, как раз таки... А вот хик, в 41-й, в 41-й школе мы что-то изучали, ладно. Однажды Московский метрополитен, открытый 15 мая 1935-го... Ты 15 мая 1935-го не работал целый день. Кхе-хе-хе-хе-хе-хе... Так... Могло быть такое, запросто. Ха-ха-ха-ха-хе-хе-хе. Ахахаха. Вы умница! Метро не работало целый день осени 1941-го года во время важного момента в битве за Москву. Ну, война же всё-таки. Когда там... Не успел, ладно. Э-е-е-е-е-е-е! Не ключ, пожалуйста! Сейчас ещё, может, ты энергию выпасть. А, нет! Монетка. Ну и ладно. Осьминоги, вопреки пугающим мифам, питаются исключительно водорослями. Эм... Нет. Вы правы. Одними водорослями сыт не будешь. Осьминоги питаются моллюсками, ракообразными и даже рыбой. Я думал, он скажет, ты даже человеком, но нет. Даже не акула. Все-таки. На котинге изображен клавесин. Блин, у меня, по-моему, в Биана Ролл есть что-то подобное. Ну, по-моему, нет. А, ой, ах, ну это действительно клавесин музыкальный инструмент с двумя клавиатурами. Я как бы могу искнуть, но боюсь, что мне дадут шесть. Я просто скажу, пошел-ка ты нафиг, нет? Не дали, ладно. Получить просто три. За одного человека, ладно. Так, на картинке изображен погон рядового пехоты. Ну да. Нет, увы, это погон рядового милиции, ну суки. А погон рядового пехоты выглядит иначе. Мы специально запутали. В Библии не сказано, что заопретный плод был яблоком. Нет, сказано. А в жалюзу нет. В Библии на самом деле не сказано ничего про яблоко. Поменяется просто плод зевы. Познание добра и зла. Добла и зла. Южная Корея более населена, чем Северная. Нет. Вы не правы. По официальным данным, население Южной Кореи составляет около 49 миллионов человек против 25 миллионов Северной Кореи. Пока, чокки. Продолжение следует.